Неделя спорта Тренировочный матч по робофутболу. Именно такой афишей организаторы развлекали зрителей. Юлия Маркушина подробнее с места событий. Тренировочный матч представила трех своих роботов, которые имели значительное отличие. Роботы из ЭТИСа были полностью собраны в Корее. И из российского они имеют только алгоритм, программное обеспечение, которое разработано в стенах КФУ. Роботы инженерного института были созданы студентами с самого нуля, начиная от аппаратного комплекса и заканчивая программным обеспечением. Главная задумка робототехников всего мира состоит в создании такой команды, которая обыграла бы профессиональных футболистов. Но пока технологии не продвинулись так далеко, роботы Казанского федерального университета умеют лишь двигаться и реагировать на цвет и форму. Сам матч отдаленно был похож на тренировку сборной России по футболу. Время шло, а голов все не было. Некоторые роботы стояли в бездействии, ожидая своего звездного часа. После двух таймов по 10 минут ни одна из команд так и не смогла забить гол. Поэтому исход встречи решался в серии после матчевых пенальти, где сильнее оказались роботы высшей школы ТИС, забившие два безответных мяча. Инженерный институт не отчаивается и уже ставит перед собой глобальные цели. Будем надеяться, что через несколько лет робототехникам России все же удастся создать роботов, профессионально играющих в футбол, которых так не хватает в нашем отечественном спорте. От мира компьютерных технологий далеко не уходим. Далее в программе киберспортивный фестиваль ТЭТ-нефть-арена. Виктория Степина побывала на данном мероприятии, готова рассказать, кто и во что там играл. 18 и 19 июня в сценах ТЭТ-нефть-арена прошел крупный фестиваль киберспорта при поддержке Федерации киберспорта России. Геймеры могли помериться с килом в таких дисциплинах, как CSGO 1.1 и Dota 2 1.1 Solo Meet. Любой желающий мог попробовать свои силы в данном турнире. Для этого необходимо было лишь пройти регистрацию, причем участие было совершенно бесплатно. Но при этом призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Замечательная дружеская атмосфера царила и на сцене, и в зрительном зале. Комментаторы и аналитики подбадривали участников и не давали скучать с зрителям в перерывах между играми. Участие в турнире принимали даже совсем юные киберспортсмены. Самому младшему участнику всего 13 лет. Рядом с импровизированным рингом была организована зона, где болельщики или просто поклонники компьютерных игр могли посоревноваться между собой вне сетки турниров. Конечно, мероприятие не ограничилось исключительно киберспортивным турниром. В здании Датнефтьарены проходила гиг-ярмарка, где посетители могли попробовать себя в зонах виртуальной реальности, сделать памятные снимки в фотозонах со стилистикой CSGO и Dota 2, посетить фудкорты и принять участие в различных конкурсах. Виктория Степина, Арсений Каримов. Неделя спорта. Мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас у меня в студии мой коллега Александр Фирсов, у которого так заметно подгорает после матча Англия-Тунис. Друзья, мы сейчас будем обсуждать чемпионат мира по футболу. Саша, тебе большой привет. Большое спасибо, что нашел время прийти. Привет, Роман. Ты как болельщик сборной Англии. Давай подведем итог для начала матча Англия-Туниса, а затем и первого тура чемпионата мира по футболу. Так сказать, двигаемся по горячим следам. На самом деле, если коротко говорить, то англичане взяли в пример себе, может быть, сборную Бразилии. Забив один гол, они расслабились. Ну и дальше пенальти, которому не должно было быть. Да, и не только сборную Бразилии, сборную Аргентины еще взяли себе за пример. Ну нет, с Аргентином все-таки была немножко другая ситуация. А здесь прям чисто-чисто копировка этого стиля. Когда ты начинаешь сушить игру после первого гола, чувствую себя явным фаворитом. Реально, за первые просто, ну, 13-15 минут матча англичане накружили в штрафной Туниса такие заварушки, что это просто прям смотришь, иди, удаешься. Как говорится, что есть люди с такой техникой, с такой скоростью, которые могут просто спокойно проходить защитников. Ну, как на тренировке. Как я изначально говорил перед этим матчем, это выглядело как открытая тренировка сборной Англии. Только вместо манекенов был Тунис. А потом, первая атака, первый удар Туниса поворотом, штрафной, пенальти, гол. Что? Как? Как это работает? Посмотрите статистику. У Туниса за время матча три удара поворотом. Что? И процент реализации, соответственно, из-за этого пенальти просто колоссальный. Но, блин, не знаю. Хорошо, вопрос. По всем матчам первого тура, группового этапа, не берем те матчи, которые сегодня играются. Потому что, друзья, мы пишем намного раньше, чем сами эти матчи происходят. Какой матч тебе больше всего понравился? Наверное, который больше всего запомнился. Может быть, это все-таки матч открытия. Тут спорить бесполезно, бессмысленно. 5-0. Я с тобой поспорю на самом деле. Потому что матч открытия, понятно, самые слабые команды играют между собой. Понятно то, что хозяйка здесь победит. Я бы выделил лучший матч Аргентина-Исландия. Аргентина-Исландия. Где невозмутимые исландцы такую борьбу аргентинцам навязали. Потому что, я думаю, у Исландии есть все шансы выйти. С другой стороны, я не знаю, можно ли считать Исландию андердогом этого чемпионата. Потому что у них вроде бы и звезд особо в составе нет. Но, опять-таки, реально, они играли на технике. Они играли, причем, максимально дисциплинированно. И играли красиво, да, интересно. Но давай не будем взымать все-таки про самый результативный матч, который у нас отметился с шестью голами. Который закончился 3-3. И благодаря которому, собственно говоря, теперь лидируют самые топовые сборные во всех группах. Так что, блин, на самом деле интересно смотреть за всем. И не поспоришь, что этот чемпионат, он преподносит сюрпризы. Просто, ну, с каждым матчем все больше и больше. Возьмем, для примера, хотя бы мексиканцев, которые победили явных фаворитов немцев. Вот тут тоже у меня очень большие вопросы к Германии. Что с вами, ребята? Вы забыли, как мячик, типа, вот он круглый, его надо пинать в ворота загонять. Нет? Не получается? Хорошо. Так, Александр, сейчас предлагаю нам перейти с тобой к моделированию одного матча второго круга чемпионата мира по футболу. Друзья, сейчас вы увидите небольшую нарезку того матча, который мы с тобой и смоделируем. И мы уже будем завершать программу. Можно сказать, FIFA прогноз сейчас в программе «Неделя спорта». Стадион Фишт приветствует нас на матче второго тура между Германией и Швецией. Причем в Германии этот матч, можно сказать, решающий. Если они в этом матче проиграют, они не выходят из группы. Да и ничья не особо им как бы подойдет. Да. Поехали. Это, наверное, больно, да? Че-че, это че? Германия с первых минут решила атаковать, да? Прошло как бы уже пять, пора бы. Ну и сейчас шведы на контратаке. Удар по воротам. В сторону ворот. А как угловой-то? Вот как-то так. Судья мексиканец. В любой непонятной ситуации говорит, что судья мексиканец. Па-да-да-да, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Па-да-да-да-да. Чувак, ты можешь в ярости начал грызть траву. Он вегетарианец. Что это? Ну зачем это? Это, походу, желтая карточка. Это фолл в атаке. Нет, это не карточка. Ну, к судья мексиканец. Знаешь, тяжело быть болельщиком Англии и играть в немецкий футбол. Хочется именно в английский, когда вот с долгой-долгой распасовкой и... И получить вот такую вот клюху. Вот, тоже непонятно. Лонгшотиком. Да, на 21-й минуте кто забил. Я, потому что шведов не знаю, и знать не хочу. О, Пеланин, он все-таки тормоз. Это опять единственный, про кого ты знаешь. Нет, я знаю гранд 6-й класс, сынок. Спартак. Вешаю штрафную площадь. Ух ты! С таком угла нет. Кажется, будет. Мяч уходит за пределы, а не в ворота. Не, ну это, знаешь, открывание в спину. Да, что, будет гол в раздевалку? Не, не будет гол в раздевалку. Счет 1-0. Давай посмотрим в тайме. Ну что он тут один сделает? Азил? Он дождется, пока ему будут помогать. Вот, на полочке он приходит. О, это был нормальный, только в моменте. Смотри, как твои активизировались на втором тайме. Ну что-то слишком долго они проходят к воротам. Ох, слишком слабый бьет без бурлами Германии. Я, знаешь, это чтобы не улетело выше. Томас Мюллер с мячом. Попытался навесить он штрафную. Не получилось. Забить. Если все правильно сделать. Что-то ты слишком далеко с Азилом уходишь. Можно уже было расставаться с мячом. О, хо-хо-хо. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Давайте, что. Неужели сборная Германии в этом году не выйдет из группы? Из великой группы? Да, по результатам этого прогноза сборная Германии из группы не выходит. После двух матчей у них в активе ноль очков, у сборной Швеции... А, у сборной Германии ноль очков, а у сборной Швеции шесть очков. И, соответственно, сборная Швеции, скорее всего, выходит с первого места. Из веры нашему прогнозу. Почему с первого? Я думаю, Мексика обыграет своих соперников из Южной Кореи с более высоким счетом. И они займут уже первое место, нежели сборная Швеции, которой я лично не желаю выхода из группы на этом чемпионате мира. Ну что ж, наш прогноз 1-0 в пользу сборной Швеции. Саша, тебе больше спасибо, что пришел. Надеюсь, еще с нами будешь. Ну и на этом все. Вот такая у нас видилась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Баленсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.